Я думаю, что у многих детей, так же, как и у меня, в процессе взросления в голове возникало множество вопросов касательно себя, своих возможностей и способностей. То, что называется неуверенностью в себе, определенно было проблемой, с которой я столкнулась и которую я преодолела. Но я бы хотела узнать ваше мнение по этому поводу. Как можно преодолеть неуверенность в себе, особенно когда ты молод? Намаскарам, Регина. Я рад, что ты взрослеешь. Я знаю, что все сейчас говорят «Верь в себя, верь в себя». Я бы сказал «Сомневайтесь в себе». Что бы ни происходило в вашей жизни, правильное это или неправильное, в первую очередь нужно понять, может быть причина во мне. Внимательно подумайте над этим. Если причина не в вас, тогда посмотрим на других. Так называемые уверенные в себе идиоты переступают через всех и вся и идут дальше. Вера в себя или любая другая вера принесут вам уверенность без ясности. Уровень ущерба, нанесенный этой планете и жизни вокруг нас – все это следствие уверенности в себе без ясности. Если бы у вас было хоть немного сомнений в том, что вы делаете, вы бы десять раз подумали, прежде чем что-то сделать. Не так ли? И это был бы разумный мир. Я хочу, чтобы у всех была некоторая неуверенность в себе. Что касается физиологического и психологического развития, когда мы говорим «взросление», подразумевается множество аспектов. Есть физиологическое, психологическое, эмоциональное и другие составляющие человеческого развития. В основном мы оцениваем взросление физиологически. Следующий параметр – психологический. Тело – это очень осязаемый элемент. Поэтому оно развивается с определенной скоростью. У некоторых людей чуть быстрее или медленнее, но оно развивается с определенной скоростью. Но психологическое измерение того, кто вы есть, не является подобным осязаемым процессом. Это неосязаемый процесс, более гибкий, подвижный и неопределенный. Поэтому он должен иметь возможность развиваться быстрее вашего физиологического процесса. Болезненное взросление происходит у людей главным образом, потому что их психологическое развитие не опережает физиологическое, по крайней мере, на один шаг. Хотя с триллионами людей на этой планете все время происходит все одно и то же, это все еще выглядит так, как будто происходит впервые во Вселенной. И люди удивлены, шокированы и так далее. Так происходит только потому, что их психологический рост отстает от их физиологического роста. Очень важно, чтобы в обществе мы создавали условия, при которых каждый ребенок психологически хотя бы на шаг опережал свой физиологический рост. Если вы сделаете одно только это в своей жизни, вы увидите, будь то юность или средний возраст или старость, вас ничто не удивит. Вы будете знать, как со всем справиться и в вашей жизни. Не будет потрясений и шоковых ситуаций из-за простых процессов. Сейчас люди живут так, что у малышей проблемы с подгузниками, у подростков проблемы с гормонами, у людей среднего возраста кризис среднего возраста. И в старости, конечно, люди тоже страдают. Назовите мне хотя бы одно измерение жизни, которое люди не считают проблемой. Жизнь не является проблемой. Жизнь — это определенный процесс. Вопрос только в том, подготовили вы себя к этому процессу или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова